Всем здравствуйте, меня зовут Людмила Козловская, являюсь президентом правозащитного фонда «Открытый диалог», а также администратором правозащитной мониторинговой группы «Активисты, не экстремисты». Сегодня я веду трансляцию прямо из Европейского парламента во время встреч, которая проходит как раз-таки по представлению ситуации с правами человека в Казахстане, нарушения прав человека, несмотря на все декларации Тукаева о том, что якобы есть какой-то справедливый Казахстан. За несколько дней до внеочередных выборов, президентских выборов в Казахстане, казахстанцы и международное сообщество имели возможность увидеть так называемый блокбастер, препарированный сотрудниками КНБ о том, что якобы задержали семи террористов, которые угрожали и хотели организовать беспорядки в день внеочередных выборов. Напомню, что эти выборы признаны были абсолютно неконкурентоспособными и лишающих граждан базовых гражданских и политических свобод. Вместе со мной сейчас в прямом эфире находится Сагат Кульжаханов, отец двух сыновей, которых ложно обвинили в терроризме. И мы собираем как раз-таки свидетельские показания, чтобы он рассказал из первых пуст, что произошло в тот день. Здравствуйте, Сагат. И, пожалуйста, расскажите, скажите, во-первых, как ваших сыновей зовут и что с ними произошло. Как вы считаете, почему их вообще арестовали таким образом? Здравствуйте. Так, моего сына зовут Олжас Кульжаханов, 1986 года. Второй сын, это приемный сын, Нурланов Пенглик, 1987 года рождения. Вот, это все произошло 17 ноября, 6 часов утра, как мне позвонили. В общем, они ночевали у своего брата и 6 часов утра, в общем, сильно так тарабанили в дверь. Вот, хозяин вышел, открыл дверь и в это время прям ему в лоб полбу прям этим, как их, автоматом, прикладом автомата. И он сразу сознание потерял, упал, весь, в общем, крови, его подняли и потащили в комнату. И там забежали, говорит, человек 10 в форме, в масках, с автоматами, в другую комнату, где лежали мои дети. Их тоже скрутили, начали избивать. И в это время, говорит, я очнулся и спросил, что это такое, кто вы такие? Они говорят, молчи. Все, молчи. Вот сейчас будешь подписывать разрешение, чтобы мы обыскали твой дом. Он говорит, а почему я должен подписывать? Кто вы такие? Вы сперва покажите удостоверение или кто? Кто вы такие? Они ничего, пистолет, говорит, в лоб приставили, говорит, подписывай или сейчас мы тебе представим. И мне, говорит, пришлось это подписывать. И они начали обыскивать. Моих детей скрутили, вытащили на улицу, посадили в машину. Его тоже, остальные там, говорит, все, переломали. Они ремонт как раз делали. Все, что они закупил, все, говорит, там это, гипсокартоны, там угольники. Все, все, переломали, говорит. В общем, в оконцовке, когда его отпустили, домой пришел, говорит, я начал смотреть. Ну, думаю, а у него там было 520 тысяч тенге. За расчет, что ребята будут делать ему ремонт. И этих денег нет. То есть украли деньги, правильно, во время досмотра? Эти деньги украли. Да, все, что угодно. Украли, говорю, эти деньги? Это звука нет. Сейчас меня слышно? Слышно меня сейчас? Звук что-то плохой. Сейчас меня слышите? Вас плохо слышно? Слышно меня сейчас? Вас плохо слышно? Сейчас слышно меня? Сейчас не слышно? Не слышно вообще даже. А сейчас? Сейчас? Раз, два, два. Ну, потом, в общем, он мне позвонил, и мы приехали, нам ничего не сказали. И я сразу этим правозащитникам позвонил, и говорю, вот так, вот так, вот такие вот случилось. Они мне, в общем, адвоката дали. Пока еще ничего не известно. Мне сказали, говорят, общественным защитникам будешь. Сегодня позвонил, и я говорю, ну, документы там, кое-что, какие документы сдать. Я сдал, все, сегодня звоню. Адвокат, говорит, завтра после обеда будет готова. Ну, пока я еще не встречался с детьми. Идят в СИЗО КНБ. Скажите, сколько человек было, когда... Сколько человек, сколько человек пришло в дом к вашим детям? Сколько человек пришло? Ну, вы, наверное... Сколько человек пришло в дом к вашим детям? Не слышите меня? Их было двое, их забрали двоих только из дому. Да, я понимаю, но сколько... Их тоже забрали у тебя дома. Ну, как их там забрали, я не знаю. Тоже так же говорят. А сколько пришло? Сколько людей пришло в масках? Сколько людей пришло в масках? Вот эти вот... Оружие, все. Вот эти оружия, я просто не могу понять, как можно в таком месте оружие хранить. Мы все лето там работали. Мы в аренду взяли сад. И вот мы все лето там работали. А вот осенью все закончили, мы оттуда съехали. Там все двери открыты. Вот где вот это оружие, вот это они же показывали. Вот оружие нашли. Ну, я не могу понять, как можно там оружие хранить. Там все... Что это за помещение? Что это за помещение? Объясните. Всегда вечером приходят там вот... Ну, у кого там бездомные, кто выпить хочет. Ну, знают, что там есть коморка. Мы всегда их выгоняли оттуда. А то, что мы сейчас оттуда уехали, и там оружие хранить, я не могу понять, как это можно там оружие хранить. То есть его подкинули, правильно? Я так понимаю, что его подкинули? Вот. Ну, это я понимаю так, что... Чем занимались ваши дети? Как бы остановить меня. Взялись за моих сыновей. А почему вот я как раз таки хотела спросить? Я вот как раз таки хотела спросить, почему именно ваших детей взяли? То есть с чем это связано? Вообще плохо слышно. Я вас не слышу. Вообще. Как же это сделать? Я не знаю. Я говорю на полный максимум. Даже не знаю, как быть. Сейчас меня тоже плохо слышите? Я хотела спросить, почему именно ваших детей взяли? Почему именно ваших детей? Меня хорошо слышно? Вас очень хорошо слышно. Да, вас очень хорошо слышно. А вас плохо, совсем плохо слышно? Даже не знаю, что делать. Но вот я могу гипотетически... А если так, отключу? Так, лучше? Так, лучше слышно меня? В общем, короче, вот эта вот постановка, прям вот точь-в-точь как вот у этого, у Кенжимбека Абищева и Алмат Жмагулов было точно такое же постаново. Один сценарий. Как у них было, так и здесь тоже так же. А эти дети мои, они вообще даже никакого отношения не имеют к моей деятельности. Никакого отношения не имеют. Правда, были на Кантарских событиях. Вот. Может быть, там где-то засветились. Было, что им звонили, чтобы они пришли. Я их не пустил. Я говорю, если повестку принесут, тогда пойдет. А сейчас, говорю, по звонку, говорю, не пойдете. Все. Пару раз так позвонили и все. Так и отстали от них. Расскажите про вашу деятельность. Расскажите про вашу деятельность. Хорошо? Почему именно ваших... Мои действия какие? Вот сейчас, я не знаю даже, мы в тот раз Азатых вызвали, показали. Вот это место, где оружие хранили. Вы, наверное, там видели все. Да, да, да. Там вообще невозможно оружие хранить. Там все гуляют. Там это... Как это? Даже у меня в голове не укладывается. Откровенная провокация. Да, откровенная провокация. Подбросили. Ваш активизм, расскажите. Вообще постановок, я не знаю даже, что сказать даже. А про ваш активизм? Ваш активизм? Ваш активизм. Что вы делали как активист? За что вас преследуют? То есть ваших сыновей фактически взяли в заложники? За что? Что вы делали такого? Ну, мы даже вот сейчас вот эти вот последние митинги, нас вообще даже из дома не выпускают. После дома у нас стоят 3-4 машины. Вообще не выпускают даже. Мы даже не можем вот эти вот выборы, президентские выборы. Мы должны были пойти, это, как его, независимые наблюдатели. Даже из дома не выпустили. Если сейчас, говорят, выйдите, мы вас заберем, говорят. И все. Пошлось сидеть дома. Понятно. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Я тогда сейчас резюмирую. Я сейчас резюмирую. Вы меня не слышите, к сожалению. Но я вижу, что в чате пишут, что дальше слышно все, что я говорю. Поэтому, как вы видите, постановка по случаю сыновей Сагата Кулжаханова, она абсолютно очевидная. Теперь нам необходимо собрать такие же свидетельства других, незаконно арестованных, еще пяти человек, для того, чтобы это дело развалить. Точно так же, как это было в случае с киргизским музыкантом. И в таком случае, конечно же, эта пропаганда, она не выдержит никакой международной критики. И этих людей мы точно так же, как и киргизского музыканта, как и других политических заключенных, сможем освободить. Вот тут спрашивают, куда деньги пропали и почему они пропали. Деньги забрали КНБшники. Вы же знаете, что они вечно воруют. Везде и у всех. И в этот раз это тоже было не исключение. То есть напомню, что эта провокация была сделана специально перед выборами, очередными выборами президента Казахстана, в день как раз-таки визита одного из представителей Европейской комиссии в Казахстан, для того, чтобы показать... Не слышно, не слышно мне вообще даже. Я понимаю, что вы не слышно. Я понимаю, я просто заканчиваю, ничего страшного. И задача была просто сыграть для того, чтобы показать сценарий, как якобы они захватывают террористов и оправдать те репрессии, которые сейчас проходили в отношении и политических заключенных, и участников мирных протестов. Остаемся с вами на связи. Если вы знаете родственников других участников, кого сейчас арестовали, пожалуйста, свяжите их вместе с правозащитниками, и мы зафиксируем каждый такой случай. Всего доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok